Добро пожаловать в гости! Меня зовут Дарья Триболь. Я дизайнер, и не просто дизайнер, а потомственный дизайнер. Дизайнер в третьем поколении. И сегодня я хочу показать вам свой реализованный интерьер. Интерьер не в 50 оттенках серого, к которому вы так привыкли, а в 50 оттенков розового. Дом находится в районе Раменки. Это типовой дом P44. Метраж квартиры 65 квадратных метров. Интерьер создавался для женщины, поэтому я сделала его легким, светлым, нежным, красивым и элегантным под стать моей заказчице. Главной задачей было сделать эту квартиру максимально светлой, расширить пространство без перепланировки. Далее я расскажу вам, как мы это сделали. Сейчас мы с вами находимся в прихожей. Прихожая – это первое помещение, в которое вы приходите в квартиру с улицы. Здесь вы хотите почувствовать себя уютно и комфортно. В данном помещении я использовала белые цвета, которые отвечают за чистоту, воздух, поднимают пространство, потолки. Соответственно, стены выкрашены краской. На полу у нас используется теплый пол. Естественно, плитка керамогранит в серых тонах, которая хорошо сочетается с нашими пудровыми цветами, которые будут в дальнейшем проследоваться по всей квартире. Вы это увидите. Что касается освещения, так как в прихожих всегда не хватает освещения естественного, я использовала трековое освещение. Вы можете светильники направлять и точечно подчеркивать те или иные нюансы. Что касается выключателей и розеток, в своих проектах я всегда использую легран. Здесь я использую умный выключатель. В этом случае дом буквально повинуется вашему голосу. Все, что вам для этого нужно, это достать вашего голосового помощника, который поможет вам как включить, так и выключить ваши светительные приборы и розетки. И поможет настроить сценарий вашего пребывания дома. Алиса, выключи, пожалуйста, свет. Окей. Вау, супер. Еще это удобно тем, что теперь не нужно думать, выключил ли ты утюг. В приложении видно, какие розетки работают, какие нет. И нужные ты можешь выключить. Итак, сессии начинаются наши 50 оттенков розового в виде удобного пуфика и коврика. Далее расскажу вам про систему хранения. Это комод для хранения мелких вещей. Возможно, это шапки, перчатки, ключи. И про систему хранения верхней одежды. Так как перепланировку этой квартиры мы не делали и загромождать маленькую прихожую дополнительной мебелью не хотелось, я использовала уже имеющуюся нишу. В нишу встроили шкаф для верхней одежды с антресолью. Он получился достаточно вместительным, выполнен по индивидуальному заказу, по моим эскизам. С коридора мы попадаем в кухню. Здесь у нас и не планировалась дверь для того, чтобы, опять же, не обрубать пространство и не делать его визуально меньше. В кухне использовался точно так же белый цвет. Он у нас идет везде монотонно по всей квартире, кроме спальни. Также единым контуром у нас лежит керамогранит. Везде полы с подогревом. Они зонированы. То есть, прихожая, коридор и кухня у нас поставлены на одну зону обогрева. В санузле стоит отдельный датчик подогрева пола. Цвет кухни у нас такой же, как и всей корпусной мебели во всей квартире. Очень интересный цвет. На самом деле, в реале он казался серым, приглушенным серым. Но так как вся квартира обыграна в розовых тонах, как я уже говорила ранее, этот цвет на себя убирает цвет текстиля и кажется пыльно-розовым вместо серого. Здесь у нас встроенная посуда-мойка. Далее у нас находится духовой шкаф с функцией СВЧ. Здесь находится смеситель от Бланка серии Фонтас. Два в одном проточная вода и сразу же фильтрованная, что очень удобно и экономит пространство. Не нужно врезать отдельный краник. Далее мы переходим к плите. Плита у нас на две конфорки. Так хотела сама заказчица. Есть место под бытовую технику и встроенный холодильник. Рабочая поверхность и фартук в кухне выполнены из пластика. Это очень практичный материал. Итак, что касается текстиля в кухне. Это тюль белого цвета и портьеры в цвет к столовым креслам. В чем плюс белых стен? Белые стены это полотно. Оно отражает любой свет. Соответственно, придает больше гармонии, чистоты и дает очень много воздуха и пространства. Здесь наглядно видно, как белые стены отражают яркий цвет портьер. Итак, касательно столовой группы. Стол я использовала белого цвета для того, чтобы не отвлекать от основного пятна. Это розовый цвет, который прослеживается далее у нас и в портьере. Под весными светильниками я зонировала пространство над столом, над столовой группой. Итак, все, что вы сейчас видите, вы можете приобрести на сайте InMyRoom. Ведь InMyRoom это не только сайт о дизайне, это не только InMyRoomTV, который вы сейчас смотрите. Это еще и огромный маркетплейс, где вы можете приобрести множество дизайнерских товаров. Сейчас мы с вами находимся в гостиной. Гостиная тоже выполнена в белом свете. Опять же, для того, чтобы максимально поднять потолки и дать пространство и воздух этому помещению. Значит, она у нас зонирована. Здесь у нас часть под ТВ. с диваном. Здесь у нас больше рабочая часть и часть для хранения. Значит, корпусная мебель, как во всей квартире, выполнена в едином цвете. По моим эскизам и изготовлена частным ателье. Значит, здесь у нас выполнена рабочая часть для ребенка, который приезжает в гости. В гостиной я выставила акценты освещения. Значит, первая зона – это зона рабочая. Вторая – это зона над ТВ. Здесь используется трековое освещение, которое можно выставлять или двигать, подчеркивая те или иные места. Здесь часть под ТВ, она зонирована диваном. Напротив ее находится у нас ТВ-тумба, специально сделанная в ином цвете для того, чтобы немножко дать акцент. А для того, чтобы не раздражал провод, провод спрятан в шкафу, собственно, как и розетка. Также здесь есть место под хранение. Значит, дополнительное, которое не хватает, как правило, в квартирах. Под хранение сумок, верхней одежды, детских игрушек. Итак, в любой квартире должно быть ростовое зеркало. Так как мы не имели места в прихожей, мы решили повесить его напротив двери в гостиной. Тут ты себя видишь в полный рост. Продолжая тема 50 оттенков розового, наш текстиль в гостиной выполнен тоже в этих оттенках, так же, как и кресло в рабочей зоне. Балкон – это прекрасное место для того, чтобы выйти и подышать свежим воздухом, особенно летом. Поэтому балкон у нас выполнен тоже в белых тонах. В всей квартире я использую двери профильные скрытого монтажа для того, чтобы не загромождать пространство и не акцентировать на них внимание. Для экономии пространства система хранения была изначально продумана так, что она выглядит, как встроенная с порталом для входа. В спальне, чтобы сэкономить место, выключатель мы сделали на стенке шкафа. Не здесь, как обычно все делают, а на стенке шкафа. И тоже я использую Олегран. В эти шкафы очень много вещей помещается, учитывая, что здесь есть антресоли. Цвет шкафа выполнен единоразово, как во всей квартире, то есть вся мебель корпусная выкрашена у нас в один цвет. Тоже делается по индивидуальному заказу, по моим эскизам. Система хранения продумана очень хорошо. Здесь есть выдвижные системы хранения, значит, очень много подвешало места. Также есть антресольные шкафы для хранения сезонных вещей. Помимо этого, я индивидуально сюда подбирала дизайнерские ручки для того, чтобы подчеркнуть этот шкаф. И это было таким небольшим арт-объектом, так скажем. Продолжая историю 50 оттенков розового. Здесь расставлены акценты в пудровом цвете, на ковриках, кровати и декоративных подушках, и даже на цветке. Хотела рассказать про кровать, что помимо хранения в шкафах, мы используем еще под хранение и кровать. Она с подъемным механизмом. Туда очень много помещается, допустим, сезонных вещей или вещей, которые очень редко используются. Также я сюда поставила пуфик. Пуфик для того, чтобы можно было положить какие-то одежду перед тем, как ложишься спать. Плюс ко всему у нас здесь был предусмотрен телевизор. У нас здесь есть кабель-канал, который на время, пока нет телевизора, и когда он нужен будет, мы декоративно их закрыли. Соответственно, когда нужно будет монтировать телевизор, они открываются и, соответственно, протягивается провод. Что касается акцентов, во всей квартире у нас прослеживается латунный цвет. Поэтому в данном помещении он используется как кашпо, также в прикроватных столиках. Это мрамор с латунным основанием. Что касается освещения, освещение у нас здесь также используется профильное, так как высота потолков небольшая, и хотелось ее подчеркнуть, поэтому мы точно так же сделали точечное профильное освещение. Портьера в проекте на блэкауте, для того, чтобы можно было создавать режим день-ночь. Шторный карниз используется профильный и скрыт за специальным потолочным карнизом. Мы с вами попали в санузел. Это единственное помещение, которое потерпело изменения. Здесь была снесена стена, и мы объединились на нузлы. Значит, в этой части мы сделали душевую кабину со скрытым люком. В этой части у нас раковина. Столешница у нас из того же материала, что на кухне. Это пластик. На стенах у нас используется керамогранит в светлых тонах, который поддерживает общую концепцию всей нашей квартиры. На полу у нас теплый пол и керамогранит. Теплый пол этого помещения регулируется отдельным датчиком. Также здесь используются розетки лигран с защитой от влаги. Также я хочу вам рассказать про места хранения. Здесь я встроила стиральную машину, чтобы ее скрыть от посторонних глаз. Здесь у нас очень много может храниться бытовой химии и также косметики. Помимо этого, основное освещение я тоже разделила на две зоны. Это декоративное освещение около зеркала и основное освещение по потолку, точечное. Также есть дополнительное место для хранения разных вещей. И осталось место под корзину для грязного белья. Душевая кабина у нас выполнена с подиумом съемным. Также раздвижная дверка для экономии пространства. Здесь у нас находится люк, где можно попасть ко всем коммуникациям. InMyRoom спасибо большое, что пришли к нам в гости. Я надеюсь, было очень интересно. До скорых встреч! Надоело ходить по магазинам? InMyRoom – это маркетплейс красивой мебели. Мы собрали 250 магазинов и поставщиков в одном месте. Выбирайте и заказывайте, а мы доставим прямо к вам домой. Попробуйте, это удобно. Заходите на inmyroom.ru Продолжение следует...